Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает вопадом И сегодня речь пойдет о книге Майи Лазаренской «Дева о белом кенгуру» И это, друзья мои, маленький такой зоопарковый детектив Почему? Ну потому что у нас есть уже зверский детектив, конечно И кто читал его, и кто читал «Боги манга», кто помнит пропавшего жирафенка, да Значит, тот сразу вспомнит эти книги, но они рассчитаны на куда более взрослый возраст Перед нами книжка детская «Дело о белом кенгуру» Это часть цикла такого некого детективного У него есть главный герой, сыщик, я скажу, кто и кого он напоминает Но самое главное, это очень добрая история И недаром совершенно у главной героини, у Тины, которая на самом деле у Стинья А вот эта вот английская Тина, это так модно, это так здорово Вот, ей 10 лет, у нее мама совершенно недаром ветеринар Действительно, в этой семье особое отношение к животным И это какой-то особый добрый зоопарк, где вот, скажем так Живые звери, как в мультике про Мадагаскар, да Ведут некий, я бы сказал, очень такой полноценный образ жизни У них все здорово, все замечательно Одним словом, сказка Перед нами волшебная сказка И главный герой вполне сказочный Это месье Трюфо, который сыщик и одновременно мини-пик Мини-пик это, в общем, поросеночек Но как-то не солидно называть свинью, сыщика Можно сказать, детектива Потомственного детектива Как-то совершенно не солидно называть поросеночком Поэтому он у нас мини-пик Есть у него совершенно четкий литературный прототип Но это странно звучит, потому что прототип может быть из реальной жизни у литературного героя Но бывает так, что у литературного персонажа есть литературный прототип Ну, разумеется, это Эль Кюль Пуаро Который не похож на свинью Это Фокс Малдер похож на свинью Друзья мои, это только для взрослых замечание Потому что книжка про Фокса Малдера С этим названием Это не детская книжка Так вот, Эль Кюль Пуаро ни на кого не похож Но эта бельгийская знаменитость Этот потрясающий совершенно персонаж Агаты Кристи Он какие-то все-таки такие вот черточки Объединяющие его с месье Трюфо Прекрасный, на мой взгляд, Форзес Поэтому долго держу Смотрите, они здесь выглядывают из листвы Выслеживая злоумышленника Какие-то черты объединяющие есть Во всяком случае, я эти черты увидел Итак, пропал кенгуренок Идет опрос свидетелей Идет, значит, совершенно детективное расследование Художник нам все это в красках рисует, так сказать, в деталях Но самое главное, что Вот здесь прекрасная картинка посетительницы зоопарка Которая сама гораздо больше похожа на свинку Чем наш мини-пир Сталкивается с ним, очень удивляется А Тина, наоборот, ничуть не удивляется А даже начинает помогать ему в его нелегкой работе Вот он такой в шляпке В плаще в таком В принципе, книжка рассчитана на детей Которые еще не читали широко Холмса И уж тем более не слышали ни о каком Эркюле Пуаро Просто на самом деле Эта книга, она немножко не про детектив Это скорее, ну скажем так, забавная, очень смешная история Которая для взрослого сюжет Которая для взрослого не составляет никакого секрета Ну это же понятно Вспомните Нюхле, да? Или Нюхлера из Роулинга, да? Из фантастических тварей И сразу все станет понятно Значит, сюжет-то, в общем, не составляет никакого секрета Здесь важны взаимоотношения Важно, как сотрудничают Тина и Месье Трюфо Важно, кто им помогает, а кто мешает И в целом такая вот особенная Совершенно разлетая по книге Атмосфера такого дружелюбия, да? Атмосфера особого, важного Я не знаю, особенно в младшем школьном и в дошкольном возрасте Важного отношения к животным Отношения как к особым созданиям Равным нам, таким же важным, как мы Отношения как к тем, кого мы не просто едим, да? При необходимости А кто, как в этой веселой сказке Составляет с нами население вот этой вот планеты То есть это такой особый мир Который можно действительно назвать словом веселый зоопарк В этом мире у всех зверей разные проблемы Одни болеют, другие, значит, страдают от несправедливости Тина живет в удивительной семье Папа у нее, разумеется, ученый И весь дом у нее завален какими-то археологическими находками Какими-то там коробками, чемоданами, связками Тина вообще живет необычная девочка Она ведет такой приключенческий образ жизни И мне особенно нравится, что у нее Вот в книжке активная жизненная позиция Потому что это очень важно У нас преобладает сейчас образ маленького героя Особенно там, где это откровенная сказка Вы уже убедились, что здесь все-таки Несмотря на поджанр детектива Перед нами все-таки добрая такая сказка С хорошими киплинговскими традициями Но очень домашние, для самых маленьких У Киплинга не такие сказки Они такие жестокие, такие жесткие, я бы сказал Вот, и эта сказка в современных декорациях Это дело происходит в наши дни Значит, она рассказывает как раз о том Как могут сосуществовать человек и зверь как бы вместе И при этом, вот этот детектив, что важно Воспитывает очень важную вещь Потому что, в принципе, я детские детективы недолюбливаю Откровенно недолюбливаю Потому что всегда, когда в книге Дети начинают какое-то расследование Значит, ну, вступают Законы жанра таковы, да Вступают в силу законы логики Которые говорят, что здесь есть некоторая натянутость Искусственность, да А где в этот момент взрослые? А почему они этим не занимаются? А почему Тина должна с месье Трюфо Значит, всем этим заниматься? Вот, здесь не это важно Здесь важно другое В Лазаренской, в этой добродушной Такой хорошей атмосфере, да Существует совершенно чуткая расстановка сил добра и зла И вот, когда мы анализируем происходящее Вот самая лучшая иллюстрация Да, мне страшно она нравится Здесь у нас есть система мотивов То, что в любом детективе самая суть расследования Да, кому выгодно, как восклицал Цицерон Да, вот у нас есть фотография белого кенгуренка Значит, две группы подозреваемых Это конкуренты и вымогатели Ну, то есть два основных мотива, да, преступления Еще две группы обозначены как спорные То есть они, вероятно, есть Но их пока не удалось определить Вот, и, значит, соответственно Причины преступления Заполучить редкого кенгуру в зоопарк Второе, выкуп Ну, это понятно просто и, значит, цинично, да Третье, подарок капризному ребенку Вот это холод! Вот это интересно! Действительно, капризный ребенок может и попросить Зверушку себе в подарок Если его недалекий А то и болезненный на голову папочка, например Является большой шишкой То он может организовать преступление Для того, чтобы его малыш получил желаемое Вот эта вот вседосволенность Она потом приводит к чудовищным последствиям То есть выросшее маленькое чудовище Я специально не говорю животное Не надо обижать зверей Вот, значит, оно потом сожрет и собственных родителей И все вокруг до чего дотянется Кадавр такой Вот, а сейчас он может попросить белого кенгуренка И так подарок капризному ребенку И, наконец, четвертая версия месть Она вычеркнута А почему, знаете, из текста книги Вот, и есть улики Соответственно, визитка и билет Ну, там они найдены были Тоже, опять же, узнаете детали Мне очень понравилось Потому что, понимаете, мотивы преступлений Они примерно последние несколько тысяч лет Вдумайтесь, по всему миру одинаковы у всех И банальность зла Вот эта потрясающая изобретательность Сложность, утонченность добра И тривиальность, банальность, нелепость зла Которая очень просто Оно поэтому и побеждает зачастую Потому что оно слишком простое Оно в лоб действует, не увиливая И вот это очень важно понять Потому что зло, оно, к сожалению, примитивно И преступники никогда не отличаются большим умом Вот такое интеллектуальное, такое сложное преступление Настоящая задача, как говорил Холмс Это большая редкость В основном преступления, они очень жестокие и прямолинейные И здесь у нас есть, конечно, такая мысль подспудно лежащая То есть, я уже даю совершенно взрослые реалии Возвращаясь к книжке Вазаренской Можно сказать, что эта книга в маленьких читателях Прежде всего воспитывает правильно Чувство справедливости Интуитивно то, что ребенок чувствуется С первых прочитанных страниц С Айболита и с Крокодила Чуковского Справедливости не должно твориться злое Должен кто-то встать на защиту добра И этот кто-то, это на самом деле ты Именно ты, а не кто-нибудь там Какой-нибудь Супермен, да Даже если ты маленькая, десятилетняя девочка Или такой забавный, такой, значит Тоже, как вы понимаете, невеликого роста Мини-пиг, маленькая свинка Вот такой вот детектив Дело о белом кенгуру Конечно, в этой книге огромная заслуга Ну, не знаю, там, процентов 30 обаяния Это художник Художнику респекта Это удалось Но дело-то не в том, что это мило написано Или что это прелестно смотрится А дело в том, что это очень правильно написанная детская книжка Но при этом она написана с юмором Интересно, зажигательно Вот, и динамично И ребенок с удовольствием прочтет Я уж не знаю, весь ли цикл Но, по крайней мере, эту книгу О расследовании пропавшего белого кенгуренка Уверен, быстро и в охотку Читайте, наслаждайтесь Следствие ведет Мини-пиг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА